Вот уже больше недели практически вся Россия пытается разгадать тайну Тихого океана. А именно что же стала причиной его загрязнения. Вторые сутки на полуострове работает Федеральный Росприроднадзор, который также пытается помочь. Правда, по словам его руководителя Светланы Родионовой, надежда осталась только на научное сообщество. Потому что лишь ученые смогут дать точный ответ, что же послужило причиной недуга Тихого океана. Природа, сейсмика или человек. Мы должны понимать, что здесь достаточно специфичная климатическая зона. И здесь подвижки большие, вулканические какие-то проявления. И еще что-то, с чем я, может быть, не готова даже дискутировать, потому что я не знаю, из чего они состоят. И работает научное сообщество. Я надеюсь, что наука нам даст все, что надо. Мы сейчас опираемся на мнение ученых, что скажут институты. У меня нет институтов научной поддержки, ни одного. У службы, мы самая маленькая служба из всех, которые здесь представлены. И по численности, и по количеству лабораторий. Но при этом, еще раз, я подняла все, что только можно, для того, чтобы понять. В первый день своего пребывания на Камчатке, 7 октября, сотрудники Росприроднадзора облетели территорию, осмотрели водную акваторию и побережье полуострова. В некоторых местах ученые взяли пробы воды. У меня есть пробы, которые с превышением по, немного по фенолу 1,6, 2,4, да. То есть, немного, сколько нефтепродуктов, до 8 раз, но это, по-моему, гидрометра, да. Боры у нас единичные 6 раз, фосфаты в 2 раза, эфенолы. Максимальная проба одна у меня есть, проба номер 2, которую привезли тогда в Москву. Отбирали коллеги, это ваша пробы, да. Там у меня по фенолу 16 раз, но это одна единичная проба. Она могла быть из-за того, что брали так, из-за того, что везли, из-за того, что мы смотрели. Но мы все равно повторно отбираем, отбиваем весь берег и пляж все, что можем. И в том числе вот эту речку, которая впадает. Все варианты, которые есть, мы отсмотрим. Поэтому я свою лабораторию прям попросила, найдите мне все, что мы можем. Все области аккредитации. Мы увезли в Владивосток, мы увезли в Москву. Здесь специально присутствует руководитель, где он, вот он, лаборатория, которая работала в Норильске. Это лучшие мои отслати по стране, но все, что у меня есть. То есть люди сюда прилетели, те, кто работал на самых сложных участках. По словам руководителя ведомства Светланы Родионовой, все эти показатели не критичны. Вот у меня максимальные фосфаты он 10,8, железо вообще 6,7, 6,2, аммоний. Не вижу такого. Ну, токсичности я не вижу, что пока нет. Вот по феновам еще немножко, не так, как должно быть. Но и то, этой концентрации, 4, 3, 2, ПДК, это концентрация не такая высокая. Будем искать. 8 октября Светлана Родионова провела рабочее совещание на берегу Тихого океана, в рамках которого она пообщалась с местными серферами и рассказала о планах дальнейшей работы. Также сотрудники Росприроднадзора взяли новые пробы воды на Халактырском пляже. Поскольку именно этот пляж стал источником сигналов о плохом самочувствии и о каких-то там возможных появлениях со стороны загрязнения океана, мы здесь берем пробы воды, это нормально, мы здесь сейчас берем ежедневно. Росприроднадзор не исключает вероятности техногенных причин загрязнения океана. И в связи с этим планируют проверить водоканал и ТЭЦ. И все источники на сегодняшний момент техногенного воздействия, которые могли бы повлиять на события такое, как повлечь за собой гибель гидробионтов, гибель млекопитающихся или рыбы, или в принципе загрязнить водный объект, мы их также осматриваем и обратились в прокуратуру за внеплановыми проверками. Одну проверку нам уже согласовали, это водоканал, и по ТЭЦ мы ждем согласования. Если нам согласуют, значит мы тоже будем проверять. То есть мы и объекты проверяем, и ждем заключения ученых. Добавим, что к проблеме Тихого океана подключился Следственный комитет России. Ведомство возбудило уголовное дело по факту загрязнения прибрежных вод Авачинского залива и массовой гибели морских животных. Оно проходит по двум статьям. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнения морской среды.